Марина Григорова студентка, занимается танцами с 10 лет. Объявление об акции девушка нашла в интернете. На фестивале выступает с сольным номером. К этой акции готовилась месяц. Признается, труднее всего было решиться выступать одной. И исполнять хореографические композиции привыкла в коллективе. Мы все определяемся чем-то необщим. Это люди, которые в этом, не вообще друг друга, не знаете. Вот они за месяц буквально сплотились очень близко. Они организовали такой большой классный проект. Завели там просто для людей, но очень круто. Такой проект проводят впервые в Украине. Готовили ребят киевские хореографы. Организаторы говорят, с помощью акции они хотели показать, что каждый человек свободен, а прогресс демократии в Украине налицо. Танцевальная постановка была разбита на две части. Первые ребята через танец изображали людей-роботов, несвободных в своих желаниях. Вторая часть – это освобождение от стереотипов и запретов. Нету победивших, нету проигравших. Мы все разные, мы все очень индивидуальные, мы личности. Вы сегодня это видели. Все очень по-разному танцуют. Их сравнить, и дать какую-то оценку, не знаю, это просто сердце будет разрываться. Если в первой части раскрепощаться учились сами танцоры, то во второй уже приобщали и публику. Несколько минут и выступающими стали все зрители. Молодцы ребята, танцуют красиво. Понравилось. Мне понравилось, поэтому я присоединяюсь. Весело и свободно танцевали. Просто прелесть. Вильна-людына, Вильна-краина. То есть человек свободный, свободный в первую очередь в своих желаниях. То есть он может прийти и станцевать, независимо от того, от профессии, от роста, веса и так далее. Сегодня вы как раз могли это увидеть. Подобные акции пройдут в нескольких городах Украины. Организаторы говорят, это не последнее мероприятие и в Донецке. Обещают осенью провести новый хореографический фестиваль. Оксана Виттер, Инга Лапикова, Кирилл Ванов, Панорама.